Внимание друзья, я сейчас передавал информацию по посылке Познякову Ивану Юрьевичу, и вдруг он меня начал благодарить, я говорю, я вас благодарю, вы моих кормили, он говорит, я вас тоже благодарю, а теперь, может быть, и вы тоже послушайте этого человека, потому что в последнее время было несколько критических замечаний. Почему у меня, например, персика вдруг не стало на продажу, буквально я всю жизнь мечтал, а я потом со слезами иду и режу. В общем, такие, безобидные, но обиды. И вдруг человек хочет сказать мне что-то хорошее, я взял, включил эту запись. Давайте, говорите, если правду от души. Добрый день, Валерий Константинович, ну я хочу слова благодарности сказать в ваш канал, потому что благодаря только вашему каналу у меня в саду начало расти все, что сейчас у меня есть. На данный момент, вот я как-то много лет назад, ну, например, 5 лет или 4 года назад, увидел ваш канал, посмотрел это самое, как вы садите все вот это, и начал садить ровно вашими, вот все то, что вы говорили, на холм там, да все. И у меня, а до этого я пытался в саду что-то садить, развести, у меня ничего не росло. Минуточку, я возьму и включу канал, можно? Вот. Сейчас, 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 сейчас. Кстати, почему бы его и правду не показать? Дело в том, что у меня как было 9000 чем-то подписчиков, их тут года, их столько же. Канал не развивается, никто не пишется. А я ни разу не сказал, ставьте лайки, подписывайтесь, как это делает вся страна, все пытаются заработать. А мне язык не поворачивается. Ну давайте хоть покажу его, ладно? Так, канал, канал. Ой, память-то у меня, где он у меня делся? Так. Ой, ну надо же, старею. Так, фотогалерею я нашел, показал. Сейчас, сейчас, сейчас. Что это такое? А, еще вспомнил, где он. Все, все. Я в этом компьютере сам еще не вижу. Вот он, канал, так. Вот он. И вот они, мои фильмы. И в этих фильмах, их уже тысячи. У них вся агротехника, да, полностью противоречит. Общепринятое. Поэтому я прошу вас рассказать свое мнение. Да, вот, ну, благодаря вашим фильмам, вот, я посмотрел все как. Я начал садить, сроду не думал, что у нас в Заурале, это в Кургане, да, можно вырастить абрикосы. Но вот, когда я начал садить по вашему методу абрикосы, все, представляете, на третий год у меня стали плодоносить. Вот у меня уже два года уже, я собираю урожай с абрикосов. Абрикосы растут, груши растут, яблони растут. Вот, сейчас я еще, в прошлом году у вас выписал косточки абрикосов, они нынче у меня выросли, в пределах полтора даже метра, даже есть некоторые, даже два метра, это как амур, там, сеянцы, вот эти вот, это, из косточки. И вот, нынче я у вас выписал еще прививочный материал, это хочу привить еще к этим косточкам, то, что я маточник вырастил. Благодаря вашим курточкам, вот, нынче буду, пришел материал, вот, вы мне выслали, да, посылочку сейчас еще, и надеюсь, что превью весной, вашим методом, и все будет, я знаю, что все вырастет, благодаря вот вашим фильмам. Все, учусь только на ваших фильмах, не занимаюсь там обрезкой, там, каких-то из чего-то деревьев, нет, вот, благодаря вашим фильмам, у меня начало в саду расти, весь урожай собирать. Ага, так, гражданин Позняков, скажите, пожалуйста, официально обращаюсь, у меня есть хоть одна фотография полуносящих деревьев с вашего сада? Да, я думаю, да, я вам отправлял, Валерий Константинович, я отправлял. Ой-ой-ой, знаете что, у меня очень большая-большая там сотня фотографий со всей России, от Калининграда до Сахалина. Раз отправляют, значит, ваши фотографии там. А нет ли у вас еще чего у меня нет? Ну, почему? Я всегда сохраняю у себя фотографии, я вам пришлю. Пришлите, пожалуйста, посмотрите. Я начал, случайно обратил внимание, что в последнее время много стали присылать фотографии с персиками, выращенные из моих семечек, ой, косточек, черенков или саженцев сына Сергея. И у меня, посмотрите внимательно, вот вы потом увидите, что у меня уже два целых фильма, вот один я показываю на экране, вы потом увидите. Я уже посмотрел даже, вот, я, наверное, три фильма посмотрел, вроде бы. Да, два фильма, а ведь это еще и половины нет. Я сам в шоке. Я открытие сделал, что оказывается, все может расти, и в счастье персики растут. Ну, ну, что, почему яблоням, грушам-то не расти? Вот. Так что я надеюсь, спасибо за добрые слова, я надеюсь, что вы еще фотографии пришлете. Я, у меня 157 вебинаров прошло. На каждом я начинаю с этих фотографий, с чужих садов, и все, ни к концу этому нет. А впереди лавинообразное. Каждый год по геометрической прогрессии в таких фотографиях больше, больше, больше. Вот. А и в то же время, все это идет мимо науки, которая как-то на это не обращает внимания, им до лампочки все это. Я последнее, я ведь, вы же сказали, придурали. Не буду уже точно говорить. Ну, зачем позорить людей. Итак, предуральский институт выпускает, как это называется, ну, в общем, выпускает материал, запускает его в Яндекс.Дзен, а там ученые, подчеркиваю, специально не точно говорю, не точно оптекаемо, 30 лет работали и вывели новый сорт сливы. Я нажимаю на этот сорт сливы и вижу, что он повторяется 50 раз на других сайтах. То есть уже сама фотография свистнута. И думаю, где же этот сорт сливы, 30 лет работали. Но глядя на эту фотографию, явно не ихнюю, а взятую с потолка, у нас, у сотен людей, у меня и моих друзей, так если бы уже есть, она ничем не отличается ни по размеру, ни... Один пример. А второй пример был тоже смешной. Новый сорт груши. Опять нажимаю, похоже в Яндексе, смотрю, таких груш опять полсотни. То есть фотография взята с интернета, а ведь это официальный документ, только другой этот самый институт. И официальный институт, и опять 30 лет работали, вывели такой замечательный сорт груши. Да у нас на планете их 5000 сортов, их не надо больше выпускать-то. Эти-то надо каким-то образом тиражировать. Вот. Ну я просто с вами поделился, потому что сейчас уже разговор тянет на целый отдельный фильм. Уже 8 минут говорим. Вот сейчас бы еще от вас послушать бы какие-то ваши личные наблюдения. Мы можем еще до отключения автоматического этого... Мы можем 20 минут говорить. Для меня дорогие любые наблюдения. Вас придурали, так? У вас бывали 40-градусные морозы в последние годы? Да, да, бывали. Как-то года три назад, наверное, даже бесснежье было, и всю зиму снега не было, и морозы стояли за 30-40. А вы заметили, что именно вот эти сибирские подвои, которые я пропагандирую, распространяю, вообще бесснежье не боятся? Я думаю, что они совершенно не боятся, что снега нет. Когда снега нет, корневая промерзает, им еще даже лучше. Да вот именно что. Я был в шоке, когда узнал, что называют эти самые культурные, полукультурные, даже дикие сорта, 10-20 градусов промерзло, должны замерзнуть. У нас было минус 40, до Нового года нет снега. Приходит весна, все живо, все здорово. Ни одной веточки не померзло даже. Вот, так что перспектива есть. Еще какие наблюдения? Давайте вы теперь. Так, что еще вот сказать? Ну, я вот думаю, что я сильно могу вот через год, например, через два, могу поделиться вот вашими фотографиями Сины, которые вот разрастутся. Ваши абликосы, например. Буду делиться с вами впечатлениями. Ну, что еще, не знаю сказать. Так, какая ситуация по округе? Я получал такую информацию. На всю деревню две яблони, пишет человек. И те у меня ваши, и больше ни одной. А деревня там, извините, 500 дворов. Ведь это же ненормально. Как у вас дела? Да, ну вот, да-да, вот, это да. Потому что ко мне ходят все, вот, смотрят мои сливы, смотрят и все. И, а дочь снимает у меня и вылаживает там у себя в Тик-Токе или где-ли, и все пишут. Вот это у вас в Кургане, за Урале такое, они, она отвечает, да, это у моего папы все растет. Они не верят, что вот это все можно расти на Урале, например. Не знаю, это, ну вот, мне удивляются все соседи, ходят, что как ты выращиваешь это, как у тебя все растет. Вот почему у нас не растет. Не знаю, даже надо учить, наверное, народ, как садить. Но я говорю, что я смотрю вот ваши каналы. Смотрите, тогда я цепляюсь, смотрите. Итак, учитывая, что я стал лидером всероссийского любительского садоводства, это результат моих 37 лет работы без выходных, без этих самых, без проходных, без отпусков, без санаториев, вот, я имею такое право, назначаю Ивана Юрьевича Познякова смотрящим по Курганской области. Пожалуйста, расширяйте это. Можно, у вас есть печатные какие-то издания, у вас есть телевидение. Вы уже должны были, я всегда говорю, ребята, у вас первый персик, повис один, зовите телевидение. Вот, горсочка появилась каких-то плодов, но не обычных, не те, что у соседей. Вот, зовите телевидение. И еще я, мои пожелания, прям давлю на вас. Питомник, 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 у вас золотые руки, все, что это. Теперь уже, как бы сказать-то, вы обречены на удачу. Питомник заводите. Спасибо, до свидания. Что еще, вы испугались сразу, до свидания. Нет, нет, как-то неожиданно, но, да, так, с таким человеком разговариваю. Мне казалось, что это так далеко где-то, а здесь живую связь с вами, общаюсь, вот. Питомник будете заводить? Супруга говорит, что надо. Во! Можно расширяться. Все, иначе это, ну, понимаете, или мы с вами вытесним мошенников, или у нас никогда садов не будет. У них же, в основном, саженцы из 199. Не то, что загибаются, они даже не просыпаются. Ну, вот еще одно впечатление. Выписывал в садах России много саженцев. Объясню. Много сортов выписывал. Яблони, там, груши. Яблони, груши погибли сразу их из садов России. Абрикосы ихние, видать, привиты, я не знаю на что, но они вот у меня маленькие. Не более там, я вам фотографии пришлю, вот им уже четвертый, наверное, пятый год их. Да, они метр от земли больше не растут. И не будут дольше. А вы что, не знаете правду, что ли? Да почему, я уже понял, что у меня сам абрикос обогнал в три раза, на чем он привитый. Я думаю, что там на вишне вылочное, или что, я не знаю, на чем они привитые. Я вам скажу, на песчаной, вишне, на бесеек. Они не то, что они скрывают, они совершают такое, знаете, вот полуправда бывает хуже лжи. Они написали у себя там, значит, прививка, ой, подвой полукарликовый. А почему не назвать сорт полукарликовый? Бесея, песчаная вишня. Вот, пожалуйста, посмотрите, сколько еще продержится. Я, как смотрящий по всей России, я смотрю-смотрю, и до сих пор не высмотрел ни одного. А их продано сотни тысяч. А я-то знаю, я же там был живьем. Живьем, я изучал, меня там приняли за ревизор, меня там все секреты знают. И вот один из секретов, прививка на Бесею. Продано за все годы десятки, а может быть сотни тысяч. А взрослого ни одного нет, чтобы с это... То есть, допустим, довели до плодоношения хотя бы один. И сфотографировали на Бесея абрикосы. Я покажу вам фотографии их, все-таки они у меня плодонольсят, это самое, их не вот абрикосы. Но росту от них нету, во-первых, и очень мелкие, очень мелкие абрикосы. У меня даже название их есть. Давайте фотографии. Я имею в виду взрослый, взрослый. Они живут несколько лет и погибают. Ну, я вижу, что... Вы же говорите, обогнал привой. Привой, обогнал подвой. Намного обогнал. Вот, блин, впереди конец. Да, я вижу по ним, что это... А вот то, что на абрикосе принято, на манжурсах у меня есть абрикосы, те, вот, до четырех где-то метров у меня большие, такие хорошие абрикосы. Вот я никогда не мог понять, почему они не привают на абрикосы. Вот. Им удобно, понятно. Но неужели они не понимают, что они подставляют сотни тысяч людей? Ну, а вот их, например, яблонь и груши у меня ни одной. Даже зиму не перезимовали ни одной. Ну, про груши я рассказал в одном из последних фильмов у них. Я сейчас... Знаете, раз у нас все-таки это учебный, будем писать, учебный фильм, да? Вот я сейчас возьму... Ой, это долго искать. В общем, фильмы уже есть. Там у них очень толстые подвое груши. На них привали очень тоненькие груши. А как совмещали? Умудрялись, да? Улучшенной капулировкой. Но сбоку делали страшный вырез, чтобы выровнять эти диаметры. Страшный на всю жизнь. Не знаю, был ли у вас такой, но у меня есть фотографии. И все. Я только не хочу повторяться. Вот тут же в этом самом моем... Моей этой, как она называется... На моем канале это есть. Вот. Я надеюсь, что благодаря вам, может быть, еще хоть несколько тех подписанных. Представляете, на этом канале как было 9 тысяч с копейками. Так годы идут. А у оппонентов 2 миллиона. Миллион 100 тысяч. Ну, и так далее. Да. Вот так. Валерий Константинович, еще раз слова благодарности. Вашему же буду ждать. Ваших вебинаров. А я фотографии. Хорошо? Хорошо. Так, все. Мы расстаемся друзьями. Вот. Я вас благодарю за то, что вы мне помогли сделать еще один фильм. До свидания. До свидания. Дорогой Иван Юрьевич. Здоровья вам, здоровья. Вот. Я вам продиктовал номер квитанции. Да, да. Вот. К вам едут, смотрите, к вам едут черенки. А какие черенки? Ой, слушайте. Я знаю, что вы сейчас болеете сильно. Не, уже все прошло. Вы знаете, вы выписали самые, я вам, вот эти последние пять. Филиппио, Фаина, Крупноплодные Железова, Рыжий Бай. Если вы поэкспериментируйте, они у вас все будут крупнее моих. Но это уже будет тема следующего разговора. Хорошо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. Был рад общению с вами. Я тоже. Приятно. До свидания. Я жду этой весны, когда опять все пробудится, все это пойдет в рост. Я не знаю, но это, наверное, как наркомания. Точно, точно. До свидания. Ладно, до свидания. До свидания. Сейчас я закончу запись. Наверное, ее надо как-то заглавить. Например, садовод – это не профессия. Садовод – это диагноз. До свидания, друзья. Садовод – это диагноз.